Счастливого момента появления на свет дочки прошло всего несколько суток. Да и у родителей это первый ребенок. Откуда молодые мама и папа уже знают, как правильно вести себя с новорожденным малышом. Здесь в роддоме все обучают. Утром пришел. Приходит медсестра, которая отвечает за малыша. Отдельно кушерка, которая помогает по груди, как приложить к груди. Персонала много, действительно, каждый в своем направлении. И у нас спец, квалифицированный специалист. Приходит нам, ставит прививку, приходила, другая медсестра ставила. То есть все, все, да. Ну здесь вот два часа утром нахожусь, два вечера. Два часа что-то новое для себя увидел, показали. То есть видишь, что на правую руку научился брать, а ему пока еще не получается. Вот так вот. Ну, со временем. Вот смотрите, вот так. Вот не рукой, потому что ей неудобно. Вот ей так комфортнее лежать, да? Видите? Подставляйте свои руки. На локоть. Так, шапка всего летела у нас. Так, на локоть, к руку. Вот на этот. На юшки на север. Вот. И вам удобнее, и ей удобнее. В роддоме женщину никто не оставит наедине с незнанием и отсутствием опыта. Каждой мамочке по нескольку раз на дню приходят самые разные специалисты. Любовь Анатольевна успевает дать советы и маме, и отцу. Здесь персонал у нас умеет поговорить с мамами, приложить груди, объяснить, как правильно кормить, объяснить, что значит грудное скармливание, из чего состоит молоко. И если у мамы не получается, то в течение первых суток от нее не отходит персонал. Конечно, врач, когда приходит на обход, педиатр, либо кушер-гинеколог, так же, что мама не поняла, мы стараемся все объяснить. С Ирой, в принципе, проблем не было. То есть она, в общем-то, понятливая мама, и дочурка также взяла грудь, в общем-то, прекрасно. То есть первые 2-3 дня была потеря веса. То есть это нормальная физиологическая потеря на данный момент. Ребенок весе прибывает. Новорожденного ребенка нужно взвешивать каждый месяц. В первые 30 дней жизни он должен прибавить весе 600 грамм. До полугода нормой считается, когда малыш ежемесячно становится тяжелее на 800 граммов. Далее до года по 600 граммов в месяц. В большую сторону ребенок может прибавить и целый килограмм. Но если каждый месяц ваше чадо отстает от названных выше цифр на 200 граммов и более, это повод бить тревогу и обращаться к доктору. Только подвижник сменил, опять все, давай переодеваться, дочь. Все хлопоты, связанные с новорожденной, героев только радуют. Признаются, с каждым днем любят дочку все сильней. И с удовольствием вспоминает самые первые минуты общения с малышкой. Слышишь сразу первый крик малыша. То есть, так раз сразу я услышала, не знаю, так необычно, так не знаю. Я прям вообще прислушалась такая, говорю, а это нормально. Говорю, а сколько она раз закричала. Ну все, давай сразу спрашивать. Потом говорю, покажите мне ее, мне ее все принесли, положили там, показали сразу. Все, ну как бы ее унесли там взвешивать, вес измерять. Ну вот еще по Ириньим словам хотелось бы сказать огромное спасибо врачам, персоналу, который здесь работает. Помогают вот эти первые моменты, все равно реабилитация. Когда ты пришел, тяжело так было народу. То есть, как будто планет отдохнуть, да. Вот первое время, конечно, они помогали. Сейчас помогают. Как завернуть, как подвернуть. Особенно еще самый был этот день, третий, наверное, когда, ну вот второй, третий, когда молоко начало прививать. Ты не знаешь, что с этим делать. Как кормить. Грудь увеличивается. Малышке даешь, что-то она полизала чуть-чуть там. И все. Пососала. Я думаю, а что, акушерок уже зовешь, говорю, помогайте мне, что делать. Как прикладывать груди. При мне как приходят тоже все это, вижу, нагружают, показывают. Да, Паша сразу спросил, такой, так меня научите пеленать. Да, да. Покажите мне. Хотя бы, ну, показывай. То есть, как бы лояльно относятся, с уважением. Это, хотелось бы сказать, что это, видно, не работа, это призвание быть вот именно в этой профессии. И вот из-за этих людей, конечно, огромное спасибо. Постижение Азов ухода за новорожденным не только череда радостных моментов, но и целая профессия. Подержал полчаса, рука отнялась. Думаю, что такое, вроде там, да, три килограмма, кажется, там, с хвостиком. Наверное, настолько вот все это все равно. Потому что ты боишься, напряженно держишься. Это все равно идет, как бы ребенок, чтобы головку туда и руку не под попку, а под спину. Это же надо все равно тоже выработать этот весь процесс, как правильно взять. И вот весь мандражируешь, весь трясешься, чтобы ничего не сделать. Ага, подгузник одевать он мне. Не могу. Ножку подержи. Не могу. Ногу подержи, говорит. Поэтому это сейчас одевали ползунки. Ползунки тоже, говорю, как, что? Ага, папа, говорит, подними, я не могу. Я говорю, ну как ты не можешь, бери и поднимай. Ну ничего, понял. Ой, как она сделала это? Я говорю, надо выработать. От того, как родители будут держать ребенка после кормления, зависит не только состояние его пищеварительной системы, но и опорно-двигательной. Важно держать малыша так называемым столбиком. Это любое положение, при котором голова ребенка выше, чем его живот. Например, можно откинуться в кресле под углом 45 градусов и положить чадо на себя. Главное не заставлять малыша сидеть до тех пор, пока он не начнет делать это самостоятельно. А вот то, что можно было оценить сразу, так это черты мамы и папы во внешности дочки. Как выяснилось, малышка преподнесла родителям сюрприз. Они представляли ее совсем другой. Вспомним самый первый выпуск проекта «В интересном положении». Ну, я-то себе уже представил однозначно. Да, я говорю, если будет девушка, то охота, чтобы она была темненькая, с голубыми глазами. И волосиками такими. Да, говорю, или прям какая-нибудь смуглая, но все равно голубые, чтобы глаза были. Мамина губы. Безусловно, потому что мамина губы я очень сильно люблю. А вот что выяснилось. Ну, вот носик, губки, подбородочки. Мне, когда с Ириной созванивались, она говорила, что будет подбородок. И говорит, губы твои, нос мой. Ну, я пришел, думаю, надо же разглядеть, посмотреть, как действительно так. Ну, так и есть. У нас с мамин губки с подбородками, точно мои, железные. Втайне пока остается имя малышки. Его родители обещают поведать зрителям в одной из ближайших передач. Изменения в жизни, как правило, приносят положительные эмоции. Ну, а когда новое связано с малышами, оно радует во много раз больше. Через неделю в это же время не забудьте вновь включить телеканал «Мой город». Проект создается при поддержке Управления по здравоохранению города Кемерово и детской городской клинической больницы номер 5. Информационный партнер проекта в интересном положении Кемеровский сайт для родителей Кем Детки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова